Здравствуйте, это программа «Лицом к лицу» и я ее ведущая Христина Астеть. Кабинет министров Украины одобрил государственный бюджет на 2019 год и отправил его в Верховную Раду. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что бюджет на 2019 год – это бюджет развития страны, который базируется на полной реалистичности. Кроме того, премьер добавил, что бюджет 2019 будет поддерживать развитие национальной экономики и внедрение необходимых изменений в армии, образовании, здравоохранении, инфраструктуре. О том, какие экономические показатели планируется достигнуть в 2019 году, поговорим с нашим гостем. Это исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пензин. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Ну, вот, собственно, слышали мы, что говорил премьер, как он говорил. Ну, бюджет развития страны хорошо звучит. Насколько вы оптимистичны, если, опять же, вы посмотрели цифры этого бюджета, согласны ли вы с премьером? И какую бы вы характеристику дали бюджету на следующий год? Ну, смотрите, в действительности в бюджете есть цифры, которые говорят о том, что государство будет осуществлять определенные инвестиционные программы. В частности, достаточно большие деньги выделяются на дороги, мы видим неплохие деньги, которые будут выделяться на сельское хозяйство. Но, с другой стороны, я бы обратил внимание на, скажем, другую черту этого бюджета. Если в среднем все составляющие бюджета по сравнению с бюджетом, проекты бюджета 2019 года по сравнению с бюджетом 2018 года увеличены где-то на 5-7%, то социальные статьи, сумма которых более 300 миллиардов гривен, увеличились, извините, практически на 15%. Достаточно серьезно выросли затраты на оборону. На сегодняшний момент это 5% оборону и безопасность, это 5% валов внутреннего продукта, а непосредственно сама оборона 3% ВВП. Поэтому я бы назвал все-таки этот бюджет скорее оборонно-социальным, потому что, смотрите, в действительности затраты на социалку растут. Кроме всего прочего, в недрах этого бюджета есть еще одна очень интересная цифра. Это дотации государственного бюджета на погашение дефицита пенсионного фонда. В этом году дефицит пенсионного фонда погашался из бюджета на 139 миллиардов гривен. На будущий год планируется увеличить на 15 миллиардов эту цифру. Да, мы знаем, что в 2017 году был принят закон, который четко определил, что в 2019 будет проводиться индексация пенсий по формуле, где там берется 50% роста средней заработной платы, 50% роста инфляции. Но если посчитать, получается, что пенсии должны увеличиться на 18-19% в среднем. Поэтому, естественно, закладывается в бюджет растущий дефицит пенсионного фонда. Поэтому все-таки я бы назвал этот бюджет социальным. Ну и вот по поводу пенсии, по поводу зарплат. Если сейчас зарплата 3723 гривны, то Кабмин предложил в госбюджете 2019 год повысить минималку до 4173 гривен. По этому поводу уже много экспертов высказали свое мнение. Плюсы, минусы, риски. Опять же, каким образом такое повышение минимальной зарплаты повлияет на экономику? Ну, кроме того, что это люди почувствуют, да, просто увеличится доход. Мы где-то приблизительно с вами ожидаем в этом году инфляции на уровне 9%. Грубо. Если мы с вами возьмем сегодняшнюю цифру средней заработной платы и соотнесем ее с 4173, о которой вы только что сказали, то это будет 9%. То есть, по сути дела, это увеличение минимальной заработной платы просто будет соответствовать тому росту инфляции, который, как бы, ну вот, закладывая, ну, реально будет в этом году. Поэтому я бы не сказал, что это какие-то сумасшедшие цифры. Это просто, скажем, подчищение хвостиков, связанных с удешевлением людских зарплат, связанных с инфляционными процессами. Ну, вот по поводу инфляции, опять же, правильно вы сказали, что в этом году, вот, в 2018-м, инфляция была заложена на уровне 9,9%, а в 2019-м году этот показатель должен упасть, по прогнозам Кабмина, до 7,4%. Ну, опять же, и вот по поводу доллара уже тоже вспомни, если уже о цифрах говорим, если курс доллара на конец 2019-го года, правительство запланировало на уровне 29,4 гривен. Вот, а в этом году прогноз был немножко больше 30. И в этом смысле, вот, и по поводу инфляции, более позитивные цифры, ну, как по мне, по поводу курса доллара. Да, я с вами согласен. Более того, значит, дело в том, что в бюджет, наверное, под воздействием наших кредиторов, потому что понятно, что тот бюджет, который подавался в Верховный Совет, он сейчас правительством, он в какой-то степени согласовывался с Международным валютным фондом. Заложены достаточно, ну, я бы сказал так, реалистичные цифры. В частности, хочу напомнить, цифра среднегодового курса по бюджету 2018-го года 29,3. Фактический курс на сегодняшний момент, ну, где-то 27,6-27,5. В то же время, вот, среднегодовой курс по бюджету 2019-го года закладывается 29,4. Ну, максимально близкий к тем реальным цифрам, которые мы с вами видим. Ну, опять же, ну, естественно, мы понимаем, что тот бюджет, который идет в Верховный Совет, и тот бюджет, который выходит с Верховного Совета, это два совершенно разных документа. И если мы вспоминаем с вами 2018-й год, то разница между первым и вторым чтением составляла где-то порядка 7,5% роста. То есть и доходная, и расходная часть увеличилась. И мы понимаем, что этот год будет не исключением, поэтому, скорее всего, правительство закладывает, ну, скажем так, подавая бюджет достаточно, ну, в реалистичном виде, закладывает себе какие-то возможности торга с депутатами для того, чтобы собрать голоса под своевременное принятие этого бюджета. Там есть несколько моментов, которые, с моей точки зрения, однозначно будут пересматриваться. 55 миллиардов на субсидии в преддверии повышения цены на газ для населения, ну, явно мало. А сколько было в этом году? 71 миллиард был, да. При том, что вот из этих 71 миллиарда мы еще не вошли в отопительный сезон 2018-2019 года, 55 уже использованы. То есть 55 миллиардов с учетом повышения, скажем, цены на газ для населения явно будет не хватать. Я думаю, что это тот резерв, который, естественно, правительство будет обсуждать и будет повышать. Естественно, в бюджет попали еще несколько, достаточно, с моей точки зрения, проблемных цифр. Опять 17 миллиардов от приватизации. Ну, совершенно экзотическая статья. Напомню, что в бюджете 2018 года был 21 миллиард. Вот, фактически, несколько десятков миллионов мы получили, и вряд ли мы получили больше. Ну, стартовала уже малая приватизация, вот-вот стартует большая приватизация. Вы знаете, принятие закона... И условия уже приватизации. Правильно, принятие закона о приватизации, о которой вы только что сказали, оно не меняет отношение инвестора к тем объектам, которые мы собираемся продавать. Мы же понимаем, что мы с вами входим в предвыборный год. Уже вошли. По сути дела, да, в год выборов. В год выборов. Это не самое лучшее время для инвесторов приходить в эту страну. По одной простой причине. Как правило, инвестор хочет договариваться с той властью, которая имеет кредит доверия на ближайшие, ну, как минимум, 4 года. Поэтому, естественно, мы понимаем, что до тех пор, пока не будет сформирован парламент, который сможет брать на себя какие-то обязательства, вряд ли можно ожидать серьезного прихода инвесторов на такие объекты, ну, как тот же в притчевоязыцах, это Одесский Припортовый, да, который там стартовал в 2009 году с 1,2 млрд долларов и опустился никому не нужным, считайте, до 300 миллионов. Ну, как бы все это говорит о реальной стоимости этих объектов на том рынке, который существует. Поэтому принятие закона – это здорово. И возникновение и появление там иностранных советников по приватизации тоже хорошо. Но будет ли это, скажем, тем аргументом последним, который приведет сюда иностранного инвестора, мы увидим. Ну, вот по поводу, опять же, цифр, что интересно, вот по словам премьера Владимира Гройсмана, согласно проекту бюджета на 2019 год, доходы госбюджета составят 1,29 трлн грн, и за год объем бюджетных доходов вырастет на 130 млрд грн. Ну, вы, как эксперты, лучше помните… Вот 10%, вот считайте, да? Вот о чем говорит этот показатель и то, что вот уже фигурируют такие цифры, как миллионы, миллиарды, триллионы. Опять же, это какой-то тревожный сигнал? Или, по сути, учитывая инфляцию, девальвацию, это все абсолютно… Это в действительности является, ну, показателем тех девальвационных процессов, которые происходят. Более взрослые люди, да, вот, которые там застали купонокорбованцы, помнят, что мы все получали в то время заработную плату в миллионах, абсолютно спокойно относятся к этим цифрам, помнят потом, как эти нули резались, как все это переводилось в гривну. Но, к сожалению, действительно, мы имеем вот пример того, как гривность обесценивается, но это объективный процесс. К сожалению, вряд ли что-то можно исправить в той слабой экономике, которой есть Украина. Вот. Единственное, в этой ситуации показателем является рост доходной части бюджета, вот правильно вы сказали, это 10%, и это та цифра, которая, в принципе, соответствует тем инфляционным процессам, которые есть в Украине. То есть в реальной действительности вот те 3% роста валово-внутреннего продукта, который закладывается, вот это вот и есть тот реальный рост, который сегодня имеет Украина. Все остальное – это плюс-минус те девальвационные процессы, которые происходят. А можно сказать, что вот этот бюджет – это бюджет хотя медленного, но немножко в чем-то уверенного роста экономики? Потому что некоторые ваши коллеги так говорят. Да, так и есть в действительности. Если мы посмотрим, то где-то уже несколько лет нам удалось переломить негативные тенденции в экономике, экономика растет. Но, повторяю еще раз, 3% роста для нас категорически не хватает, особенно если учесть наших ближайших соседей, тех же самых поляков, которые, не имея такого сумасшедшего падения базы, имеют 5,5% роста ВВП. Но мы не будем говорить о китайцах, там значительно более высокий рост. Но, тем не менее, Европа демонстрирует более высокий рост, чем 3%, и это говорит о том, что наши с вами соотечественники, которые выезжают на заработки в ту же самую Польшу, создают валовый внутренний продукт, к сожалению, не в Украине, а там. И это есть очень серьезная проблема для правительства, которое должно экономическими методами заинтересовать все-таки этих мигрантов вернуться в страну и создавать здесь продукт. Как заявляет в правительстве, мы работаем на уменьшение этих торговых оборотов с Российской Федерацией. И каким-то образом это отразилось в бюджете на 2019 год? Ну, вот эти риски, которые могут появиться уже в связи с уменьшением этих торговых операций с Российской Федерацией. Ну, вы знаете, хочу напомнить, что у нас на будущий год заканчивается договор о транзите. И в действительности... Транзите газа, вы имеете в виду? Транзите газа, да. И в действительности это очень серьезная проблема, потому что на сегодняшний момент это 3 миллиарда долларов в бюджет Украины от транзита газа. Можно много говорить о Северном потоке-2, о сложных переговорах в Брюсселе по поводу того, в каком объеме и как будет сохраняться транзит, и такая будет ставка транзита. Но в действительности Украина на сегодняшний момент очень сильно заинтересована в том, чтобы эти доходы оставались, и чтобы бюджет не, скажем так, не утратил вот те миллиарды долларов, которые очень нужны Украине для ее развития. Ну, вот, собственно, 26 числа, о чем вы вспомнили, в Брюсселе был первый этап этих переговоров. Пока что о чем-то говорить рано, но, опять же, будем вы и мы следить за этим. Спасибо вам огромное за этот разговор, за анализ. Я зрителям напомню, что гостем программы «Лицом к лицу» был исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендин. А я, Харсина, с вами прощаюсь, но вы же оставайтесь в СВИ, потому что здесь найдете информацию о самых важных и самых интересных событиях, происходящих в Украине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова